День добрый мой, дродцы! Называем все Вячеслав Заруцкий. Учекуем взросли, а бы поведеть правды о том краю. Краю. Дичь мам уроджины кончая 29 лет и чещеще же могу учвентовать в твоем краю. Деньку барду загланданию мне и начинамы. Дичь оповьем вам о Путин Югенд, чили Организации Молодожьовой, которую официально назва то Юна Армия, чили пеуное расшифрование Юнная Армия, по-польску Молода Армия. Организация та зостај заоўзона особище преж Путина и Министра Оброны Федерации Росийской Шойгу. На червоне тканине виднее гуова Орла. Орзел ест символом патриотов, ктурего образ в пеуне ујавнен се в пиесенках таких як «Орлы учај се латач». А также годво пањствовој Федерациј Росийске. Ве Внадж Орла знайдујще назва руху, а также бяўа пянчараменна гвязда, ктуре ест знамя символом војсковој хуавы. Добро, які саў целе тај організаціј? Кштаўтување в шаруд младежі готовоњчі, практичныј здоуношчі до выполнення обывателскіго і конституціјнего обовјонску охроны ојчизны. Круткомувјонс, деці саў преготувавање до войны. До юнармии можна доўчыў ёж от 8 року жичје. Організація пощады ранги, ктуре можна здобиќ повсеслато службы, а также кодекс и пшеченге. Я, вступая в ряды юнармии, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Личба особ в юнармии выноси обецне понад 1 млн дечі. Можна записачаў ёко охотник до юнармии, але остатны дечі не маў выбору і стаўнші то обывязковы. Дечі, ктуре саў чвонками юнармии, могуў быч забираны за предметов на школене войсковы. А их оцены в школе саў рувніш завыжаны. Ешли детско не пудже до юнармии, може меў обняжённые оцены. Объявить голодовку 11-класник Петербургской гимназии решил для привлечения внимания. Я голодаю за то, чтобы юнармия в принципе отделилась от школы. Претензии к детско-юношскому движению, созданному по инициативе Минобороны России, у Леонида Шайдрова появились после военно-патриотических уроков в его школе. Которые были добровольно обязательними по своей основе. Один раз, когда я просто на них не пошёл, мне даже двойку по общества знаний поставили. По словам Леонида, в его гимназии доходило до абсурда. Вступать в юнармию в один из дней агитировали сразу 4 урока подряд, вместо общества знания и истории. Чтобы противостоять давлению, Леонид Шайдров организовал школьный профсоюз «Ученик». Прямо здесь и было собрание, то есть мы, можно сказать, организовались в виде полокруга, я стоял посередине. Первое собрание состоялось ещё зимой, прямо на футбольном поле под окнами администрации школы. Пришли около 40 учеников. По словам Леонида, многих потом вызывали к директору, обвиняя в участии в несогласованной акции и экстремизме. А в чём экстремизм? В инакомыслии. Ну, во времена всеобщей лжи говорить правду, есть экстремизм. Барзо чейсто здажеще, же дечі з юнармии выезжаю на обозы и спэнзаюн там дулгий час. В юнармии дечі учаще жемёсло военнего, але подобно як Гитлер Югенд заменяюе в забаве. Называще то «Грами юнармии». Сегодня, совместно с Международными Армейскими Играми 2021, был дан старт юнармейским играм. Гры юнармии выстампую в велиу формах. Например, торы-пшешкут, школение с карабинов и карабинов Калашникова. Дечі учаще ровніж пшимування позиции обронных і офэнсивных, показующе им як засада чщена пршед врага і брач-єньців. Учаще їх також розпалання огня, розтавяне наміотів і готування потрав на огніску. Гры водне. Дечі учаще як праведлова вйословаць водзами за помоцьом вёсел. Сон теж гры подводне, в ктурых треба в крутким часі змонтувач люб здемонтувач механізм. Дечі учаще ровніж як часова закладач скафандр нуркаве, в'юздач вензлы морські і подносич рожні пршедміоти за помоцьом лин. Дечі зостај ровніж пршешкалене в закресі уцелання першої помоцы, закладання опаски учаскаве і затримування крви. Гры в повітрзу. Дечі прzechодзоў дуге приготування до скоку зі спадохоронем. Учаще як праведлова сховаць спадохорон, настепне учащеще скакаць з спадохорону, призвичайящеще до вишення на спадохороне, а настепне приготуващеще до скоку. Всядающеще до самолоту, вбіјащеще в небо і скачаўе ёдем за другим, без взглэду на плець. Од дечіњство думачаще им теж, що всісткі краје хчањ нас прзејќч і муссо о тим вјдзеќ. Хто не знает нічего, тот верит легко всему, понимаете? Можна этому человеку рассказать, що победили американцы во Второй мировой войне, как там прихочется, ко мне солдаты, я с ним не беседую, не рассказываю. Чем закончилась Вторая мировая война? Победа американцев. Не думайте, что вот так все это пройдет, где-то какой-то добрый дяденька приедет нам построить, у нас будет красиво, и у вас у всех каждый... Я понимаю, каждому хочется, чтобы была машина, там все прочее, там вилла. Но никто вам этого не даст. И в мире мы только одни. Одни со всем миром. Только два союзника у России. Кто? Армия и флот. Правильно. Так же и у нас и осталось все. Никому, ни американцы, ни другие, все буквально, только жажду, чтобы нас нагнуть, чтобы у нас отнять все это. Я не говорю, что народ. Народ, может быть, там и есть добрый сам по себе, а вот верхушка их, политическая элита. ГРЫ ПРОПАГАНДОВЫ От наимладших лет дети учащие крынчение фильмов и робение ждиньч, а также выповяданиящие przed камерой и працы в студио. Учащие их, як релационовать ведомости. Май он навет свой властный канал. Опа. Военное образование. Военное образование. Милитарь. Ну, сушь, разумеете помысл. Ммм. Все помятают этого крытина? Гойда, братья и сестры! Гойда! Бойся, старый мир! Лишенный истинной красоты! Истинной веры! Истинной мудрости, управляемыми безумцами! Извращенцами! Сатанистами! Бойся! Мы идем! Гойда! Ммм. Мы долго думали, как бы поддержать нам ребят на Донбассе. Не придумали ничего лучшего, как декларировать стихотворение, которое уже стало мемом. Это стихотворение прозвучало в фильме «Брат» режиссера Балабанова. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок. В поле каждый колосок. Речка, небо голубое. Это все мое родное. Всех люблю на свете я. Это родина моя. Работайте, братья! Работайте, братья! Работаем, братья! Триста тридцать три! Работайте! Работайте, братья! Ну, там нет движения. Ну, там склада дверей. Ну, я припасил его. Всех люблю на свете я. Як разумече, юна армия теж вызвала Украину. По заенчу мяст юна армия робит дечем праня мозгу и учае ненавище до Украины. Так было на пшеклад в Мариуполу. В сообщении горсовета Мариуполя сравнивают происходящее с созданием Гитлер-Югент. Отмечают, что в лагере промывают мозги, учат стрелять и ненавидеть Украину. Это цитата. Прямо сейчас к нам присоединяется советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, что вам дополнительно, может быть, известно про этот лагерь, что за дети туда попадают? Ну, это же не первое проведение лагеря. Это второй такой же заход. Первый был примерно в июне месяце. Действительно, это самый настоящий Путин-Югент, как у нас его называют. Потому что, да, детей учат обращаться с оружием. И все это нацелено параллельно с тем, что это их готовят противостоять врагу. Ну, а кто враг у России на сегодняшний день? Юнармию можно ровняж споткачь в оточению достойников края. Они ровняж отгрываю дужу роль. Например, детской юнармии, слухающей грусть под адресом Украины. Дельные, экзальтированные, кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, за субтитры Алексею Дубровскому И до свидания всем! Субтитры Алексею Дубровскому